Айзаада Кучубергенова инвалид первой группы. Медики поставили женщине диагноз ДЦП с рождения, поэтому она не может передвигаться самостоятельно. К тому же она одна воспитывает полуторагодовалого сына, которого зовут Белек. Чтобы помочь женщине материально, женский совет при Кыргызской диаспоре в республике Саха, занявшее первое место в конкурсе среди всех диаспор, передал ей 50 тысяч рублей. И эту ответственную миссию соотечественники возложили на журналистов нашего телеканала. Это неожиданно. Я не знала, что прибудет помощь. Очень признательна. Даже не знаю, как выразить им свою благодарность. Спасибо огромное. Спокойство и благополучие их семьям. Было бы чудесно, если бы все люди с ограниченными возможностями обрели свой дом и жили в достатке. Как рассказывает Айзаада, ей помогает всем миром. На средства неравнодушных людей рядом с домом, где она проживает, сейчас возводят еще одно строение. Стены уже возвели и крышу покрыли. Осталось установить окна и двери, а также сделать косметический ремонт. И можно новоселье исправлять. Из России присылают помощь. Из Дубая, из Турции. Кыргызстанцы, проживающие за рубежом, протягивают руку помощи со всех сторон света. Благодаря этому я сейчас ни в чем не нуждаюсь. У меня есть все. Я достигла всего, чего хотела. Если раньше мы снимали жилье и переезжали с одной квартиры на другую, то у меня сейчас есть собственная крыша над головой. Я сама готова помочь тем, кто нуждается. В свободные минуты Айзаада занимается вязанием. Хотя их немного, рассказывает она. Ведь сынишка немного подрос, озорничает. Только и следи за ним, чтобы куда-нибудь не убежал. Поэтому, говорит, вязанием занимается, когда сын засыпает. Это женская беретка, а вот это чешки для годовалого ребенка. Несмотря на свое положение, Айзаада не унывает. Главная ее цель, говорит, это воспитать сына достойным человеком, патриотом своей родины. Анастасия Соболева, Асхат Кацымбеков, НТС.